Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю? Это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognoz.ru Большая семерка! Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами! Слишком на коротке было здесь между Фернандесом и Тошичем. Мяч остается. У ЦСКА колледжури не отступает далеко. Но тихо, Миланов разворачивается и в кое-штрафной площади. И как он поступит, свечо пропускает! Это Тош молодец, это Ахмед Мусай. Удар издали. Бело-Олан Загоев показывает, что касался мяча Бенальев. И дайте нам угловой. Да, но удар все одно, если честно говорить, был мимо ворот. Давай посмотрим, а молодец ли? А молодец ли? Потому что мне кажется, пропуск был чисто интуитивный. Да, это остроумно. Остроумно. Но пропускал все равно не пойми куда. Если бы там точно знал, что рядом партнер, может это имело бы смысл. Если бы у ЦСКА это был четвертый голевой момент, может быть имело бы смысл. Но мне кажется, в этой ситуации, Ром, зажмурься, да молоди поворот. Тем более, что в Лиге чемпионов процент того, что заходит у Мусы очень. Вместе опорного полузащитника он еще был, кстати, правым защитником. И здесь тоже не уследил, не догнал. Опять же, использование Загоева в опорной зоне, это следствие того, что ЦСКА при Еременко и НАТО, который в форме, все-таки атакующую игру поставил. Удар! Ахмед Муса бьет поворотом, и вот сеточка, по крайней мере, уже затрепыхалась. Слушай, а разыграли в своем стиле, как обычные хотят. И вот на такие моменты Слуцкий и ставит. Ну и происходит то, что должен был сделать Ахмед Муса чуть пораньше. Бей! Вот мяч у тебя, и ты в штрафную площадь. Ты понимаешь, что здесь есть ворота, и все на фланге. Сейчас вот-вот и оборонительной конструкции ЦСКА, а Ахмед Муса на острие. Вперед, да, он бежит быстрее, если вдруг. Может быть. Еще одна неприятная подача, и два кулака ставит Игоря Кинфейн. Не стал ловить этот мяч. Макс Крузе, выскочка тот самый. Сейчас открылся в штрафной площади, передача была хорошая, ему в касание сделано. Здесь вообще все было здорово. Конечно, не без удачи, не без везения между ногами Марио Фернандсу мяч проскочил. Но здесь и Дост молочит. Вспоминая матчи там ранее, в ЦСКА в чемпионате. Тошич. Ох, какая передача от Алану Дзагоева. Алану Дзагоев взаимодействует с Милановым. И пяткой оставляет мяч под удар Тошичу. И не бери штангу крестовина. Вот это момент. Как же обидно. Ох, по ноге. Семеновский полузащитник. Еще раз посмотрим эту красоту. Смотри, остановил прямо, да. Ну все, ну... И аккуратно ножку приставил Тошичу. Ах, какая красота. Наверняка все было сделано. Все было сделано, да. И проснулся Беналью, среагировал. Как будто будильник сработал уже, что-то поставил как мяч. Влепился в стойку. Спасибо, да. Спасибо режиссеру. Тема Шадрова, брестящий показанный момент. И вот то, чем остановил потопку, то свердбом. С этого вроде бы наращивать. Что по заменам пока? Непонятно, да? Пока, пока... Ну и тут как? Слудский вообще в бой идут старики. Это, в принципе, принцип Лиги Чемпионов. А вот может опасно быть играть. Не остановлено. Ох, как обидно. Ох, как обидно. Ох, как обидно. Ну, это Акенфеевский гол. Тут ничего не сделаешь. Остановились все. То есть в моменте, конечно, Игорь Акенфеев. Но ничего тут не сделаешь. А угол острый. А вам это интересно, ребята, что вы остановились здесь. Ведь до этого момента можно было не допускать. Был тут офсайд, не было офсайда. Это не важно. Вот скидка Баса-Доса. Почему Кирилл Набабкин остановился? Затруднить хотя бы должен был ситуацию. Ну, и ошибка Акенфеевается. ЦСКА проигрывается, что там было. Просто характерно, не коснись он этого мяча, ушел бы он просто вдоль ворота. Но пропускать его прикажешь. Тоже нельзя было сделать. Не забили сами, почти как в Манчестере, да? Упустили хороший момент. И тут же... Акенфеев Мусар извернулся. И здесь он сумел убрать трэша и передача. Загоев. Сохранили мяч. И пас Акенфеев. Акенфеев Мусар. Расстрельная передача от кого-нибудь должен войти. Хотя бы от своего. Ну, тут еще и везет. Везет. Еще Вольфбург. Беналья среагировал, развернулся и поймал мяч. Арнольд, по-моему, да? Последним его касался. Еще очередная хорошая атака армии в Еринья. Выбрасывает. Проходит сейчас Себастьян Юнг. Прострельная передача. И еще один удар. И, пожалуй, все на этом. И Лига чемпионов все-таки до весны, да. Андрей Щурли оформляет дубль. Ну, как-то несерьезно. На тактический план, мне кажется, опять был избран достаточно логичный. И опять он не сработал. Третий матч подряд. Но тут уже, как мне кажется, гол соответственно счету, соответственно риску. Смотри, сколько каков ЦСКА. Пять человек, да, там, на десяти квадратных метрах. А весь центр голый. Безусловно, это следствие последних минут. Ну, и скажут опять, что Хекинг очень здорово сработал с заменой. То есть правильным решением было оставить Щурли на скамейке. И это будет правдой. Человек вышел, забил два. Кому будет интересно, что, допустим, первый гол это явная ошибка Акинфеева. Он что-то включился, мяч там получил.